Святые Отцы о Душе Душа не имеет ни цвета, ни вида, не объемлется каким-либо очертанием, но узнается только по действиям. Святитель Василий Великий Душа есть божественная струя, у нее одно дело единственное и естественное ей – парить горе, вступать в общение с Богом, непрерывно устремлять взор, к сродному как можно менее порабощать немощами тела, Ибо тело и само стремится к земле, и душу влечет долу, водит в помрачение чувств, в котором душа, неуправляемая разумом, постепенно погружаясь, падает ниже и ниже. Но если владеет ею ум и часто, как уздой, сдерживает словом, то возвышаемая им, может быть, вскоре достигнет она священного горнего града. Святитель Григорий Богослов Истинная и совершенная душа по естеству одна, умная и невещественная, посредством чувств, соединенные с естеством вещественным. Святитель Григорий Низкий Если душа самой себя не ведаешь ты, добрая, в женах, то сошла ты со следов стад и пасешь козлов против куч пастерских. Так что смысл, открывающийся в этих словах, будь внимательна к себе, ибо это надежное хранилище благ. Знай, сколько перед прочей тварью почтена ты сотворшим. Не небо сделано образом Божиим, не луна, не солнце, не красота звезд. Ты одна стала отражением естества, всякий ум превышающего, подобием нетленной красоты, отпечатком истинного божества, вместилищем блаженной жизни, отражением истинного света. Нет существа так великого, чтобы могло с тобой помериться величиной. Целое небо объемлется Божьей дланью, а земля и море заключаются в горсти руки Божией. Однако же тот, кто столько всесилен, если объемлюсь, кто всю тварь сжимает в длани, сам делается всецело вмещаемым в тебе и обитает в тебе и не утесняется, ходя в твоем естестве. Если на это обратишь внимание, то ни на чем земном не остановишь око. Даже небо, по мнению твоему, не будет для тебя чудно. Ибо как тебе, человек, дивиться небесам, когда видишь, что сам ты долговечный небес? Небеса приходят, а ты вовеки пребываешь с пресносущным. Не появишься в широте земли и в беспредельность, простирающемуся морю, будучи подобно вознице правящему парой коней, поставлен начальствовать над этими стихиями, имея их благопокорными и подвластными своему уизволению, потому что земля прислуживает тебе жизненными потребностями и море подставляет тебе хребет. Потому если сама себя познаешь, ты добрая в женах, то презришь мир. И всегда, имея перед очами невещественное благо, не обратишь внимания на блуждающие по этой жизни следы. Он же душе, желающей быть невестой Христовой, необходимо уподобляться по возможности красоте Христовой. Как деревья, если не будут напаяемы естественной водой, расти не могут, так и душа, если не воспримет небесной сладости, расти не может. Только души, которые восприняли Духа и небесной напоены сладостью, возрастают. Преподобный Антоний Великий. Он же. Душа, в которую вселился огонь Божий, подобна двукрылой птице, в горе, возносящейся по небесному воздуху. Крылья души, Богу повинующиеся, суть устремления огня Божия, которыми она может воспарять горе к небу. Если же она лишится этих крыльев, то не в силах будет возрешаться горе. Сверх того, душа человека похожа на птицу еще в том отношении, что теплота есть причина рождения птицы на свет. Так и Бог, согревая и объемляет души, Ему покорные, возбуждает их к жизни духовной. Никак не допускайте себя лишиться огня этого. Знайте, что за этот огонь, от Бога вам даруемый, уготованный вам от дьявола многие брани, чтобы лишить вас его. Ибо Он хорошо знает, что пока есть в вас огонь этот, Он одолеть вас никак не может. Он же, чистая душа, будучи добротно, освящается и осевевается Богом. И тогда ум помышляет о добром и рождает боголюбивые намерения и дела. Но когда душа осквернится грехом, тогда Бог отвращается от нее. Или лучше сама душа отделяет себя от Бога. И лукавые демоны, вошедшие в помыслы, внушают душе неподобные дела. Полюбодеяния, убийства, хищения и подобные им демонские злые деяния. Он же. Душа в теле, в душе ум. В уме Слово, которым созерцаемый и прославляемый Бог, обессмертивая душу, даруя ей метление и наслаждение вечное. Он же. Те души, которые не обуздываются разумом и не управляются умом, которые бы остепенял, удерживал и направлял куда следует страсть их, то есть скорбь и удовольствие, такие души, как неразумные животные, потому что у них разум увлекаем, бывает, страстями, как куча лошадьми, вышедшими у него из поминовения. Самая большая и неисцельная болезнь души и пагуба ее есть Богозабвение и тщеславие. Всякая душа, не осоленная Святым Духом, не причастна небесной соли, то есть Божьей силы, загнивает и наполняется великим зловонием лукавых помыслов. Преподобный Маккарий Великий. Он же душа не от Божьего естества и не от естества лукавой тьмы, но есть тварь умная, наполненная лепоты, великой и чудной, прекрасное подобие образ Божий. Лукавство темных страстей вошло в нее последствия преступления. Он же, имея в себе Божий свет и в нем живя и украшаяся всякими добродетелями, причастна душа свету упокоения. Жизнь и покой души таинственное и незреченное общение с небесным Царем. Как телесные очи видят солнце, так и озаренные Божьим светом видят образ души, но немногие христиане достигают всего ведения. Горе душе, когда не имеют в себе истинного кормчего Христа, потому что, находясь среди горького моря тьмы, волнуемая буря страстей, обуреваемая лукавыми духами, доходит, наконец, до погибели. Горе душе, когда не обитают в ней владыка Христос, потому что, опустев, исполнившись зловонием страстей, делается она убежищем порока. Без Духа Божия душа мертва, и без Духа не может делать того, что Божие. Как душа есть жизнь тела, так и вечном, и в небесном мире жизнь души есть Божий Дух. Немудрые своей мудростью, неразумные своим разумом не могли постигнуть душевной тонкости или сказать о душе, что она такое, только при содействии Духа Святого открывается понятие и точное ведение о душе. Он же. Когда душа взойдет к совершенству Духа, совершенно очистившись от всех страстей и в неизреченном общении, пришедшее в единение с Духом Утешителем и страстворяемой Духом, сама сподобится стать Духом. «Горе нам, что мы к болезням и недугам телесным довольно внимательны, а к болезням и язвам душевным самым чекчайшим, бесчувственным, преподобный Исаия Отшельник. Он же. Украшение тела есть разорение души. Душа троечастна. Когда добродетель бывает в мысленной части, тогда называется осмотрительностью, сметливостью и мудростью. Когда бывает она в пожелательной части, тогда называется целомудрием, любовью и воздержанием. Когда бывает в раздражительной части, тогда называется мужеством и терпением. Когда во всей душе, то праведностью, а во Евагрии. Когда душа здорова, тогда и тело имеет крепость для других трудов. А если душа потерялась в скверных помыслах, то и тело по необходимости раслиться пороком. Преподобный Ефрем Сирин. Он же. Когда падают стены твоего дома, строишь новые. Подводишь, подпираешь, а душа твоя вся в расселенных и не загородишь ни одной. Он же. Иной не дает пылинке упасть на одежду его, а душа у него тоже, что свинья, и два вышедшей из зловонной ямы. Смерть телесную сможет уничтожить воскресенье, как скоро наступит оно. А погибель души ничто уже не вознаградит. За ней следует уже необходимость вечно страдать. Святитель Иоанн Златоуст. Он же. Когда у нас душа терзается внутренними страстями, нет пользы от внешней власти, ни от царского седалища. Тело безобразного и изувеченного невозможно исправить, а душу мерзкую и безобразную можно сделать блестящей и прекрасной. Он же. Господь устроил члены нашего тела так, чтобы они были полезны нам к деланию добра, а управление ими предоставил бестелесному существу, то есть душе. Он же. Что такое красота души? Целомудрие, скромность, милосердие, любовь, дружелюбие, добродетельство, повиновение Богу, исполнение закона, правда, сокрушение сердца. Это красота души. Она не от природы, а от воли. Он же. Совершенство души составляет, собственно, то, что делается по свободному произволению, то есть, когда сама душа избирает добро и убегает от зла. Особенно свойственно душе благородной и любомудрой, чтобы благодарить Бога и в скорбных обстоятельствах проставлять Его за все, не только за благодеяние, но и за наказание. Он же. Признак благородной души при невыносимых бедствиях не прибегать к человеческой помощи и не искать ее в смертных суждениях, но обращать зоро к небу, призывать вездесущего Бога и не предаваться унынию, смущению и беспокойству. Он же. Душа занимает середину в человеке. С одной стороны, тело склоняет ее к удовольствию, с другой дух влечет к Богу, понуждая благословлять Его, то есть проповедовать Его и прославлять всегда. Он же. Как живописцы, смешивая краски, начертывают изображения, какие хотят. Так точные движения телесных членов выводят наружу свойства души и предоставляют их нашим глазам. Нет более суровой пустыни, как бездеятельные, невозделанные души, ставшие обитающим зверей, подобно тому, как в пустынях обитают звери и произрастают тернии, так и в душах таких людей. Он же. Немощи тела исцеляются искусством врачей, а больную душу немедленно излечивают Христово изречение. Он же. Как здоровье тела доставляет великую радость, так и благосостояние души приносит еще больше духовную радость. В ком бесстыдная душа у того и самый вид отвратительнее вида всякого зверя. Стыдливая душа и самый вид человека делает кротким и любезным. Хотя бы ты владел целым миром, хотя бы был царем вселенной, однако и всю вселенную отдав, и на всю вселенную не купишь ни единой души. Он же. Украшения тела есть и у блудниц, и они нередко одеваются самые многоценные блестящие одежды, но украшения души есть только у людей добродетельных. Он же. Мы для того имеем бессмертную душу, чтобы вполне приготовиться к той жизни. Нам только одно нужно добродетель души. Она в состоянии будет спасти нас, избавить от вечного огня. Она ведет нас в царство небесное. Откройте, прошу, душевные очи, и я покажу вам душевную ноготу. Что такое одежда души? Ясно, что добродетель, а что ногота порог. Он же. Всякое постыдное слово, всякая соблазнительная песнь расслабляет сердце и расслевает самую душу. Когда душа нечиста, оно, она все считает нечистым. Как тело живет, когда в нем душа, так и душа живет, когда в ней Божий Дух. И как по разлучению с душой тела становится мертвым, так и подшествие Святого Духа Душа утратило блаженную жизнь, не в что разрешившись, но продолжая жить жить жизнью, которая хуже всякой смерти. Преподобный Исидор Пелосиот Он же воскресение души, умершленной грехами, совершается здесь, когда возрождается она в жизнь делами правды. под умершлением души разумеет должное делание худого, а не уничтожение небытия. Душа, чистотой соединившейся с Богом для научения своего, не имеет нужды в словах других. Преподобный Иоанн Лествичник Кто вредит душе, тот содействует и помогает демонам, а кто приносит ей пользу, тот помогает святым ангелам Авадорофеям. Естественное состояние души есть ведение Божьих тварей, чувственных и мысленных. Преподобный Исаак Сири. Он же Если добродетель естественным образом есть здравие души, то недугом души будут уже страсти нечто случайное приведшее в естество души и выводящее ее из собственного здравия. Он же чистота души есть первоначальное дарование естества нашего. удерживайся от многого и заботься об одной душе своей, чтобы спасти ее от расточения внутренней тишины. душа благоумно движется, когда ее сила вожделевательная, окачественна воздержанием, воздражительная ревнует о любви, отвращаясь от ненависти, мысленная, пребывает в Боге молитвой и духовным созерцанием. Преподобный Максим Исповедник. Он же. Никакой нам не будет пользы от мира мирского, когда душа наша худа по своему настроению, восстает против своего Творца и не хочет быть под его царской властью. Как дело Божие управлять миром, так дело души править телом. Ава Фаласий. Душа находится во всем теле и не оставляет без себя ни одной части. Отсюда необходимо следует, что волею души управляет вся плоть, нераздельной с душою и немощной жить без души. Преподобный Симеон Новый Богослов. Душа каждого из нас подобной лампаде, как елей, имеет делание добра, как фитиль любовь, на котором почивает как свет благодать Божественного Духа. Когда же не достает елея доброделание, то присущий душе, как фитиль любовь, по необходимости иссякает, и свет Божественной благодати отлетает, потому что добродетель и любовь бежат оттуда, уносят с собой эти дарования, и когда Бог возвращает лицо свое, тогда наступает полное смятение. Святитель Григорий Палама. Он же Душа есть нечто единое, имеющее много сил, потому она вся оскверняется в какую бы из сущих в ней сил не вкралось зло, потому что они все состоят в общении с этой единой по существу душой. Он же как отделение души от тела есть смерть тела, так отделение Бога от души есть смерть души. Он же вот настоящая смерть, когда душа разъединяется с Богом и сочетается с грехом. познаем познаем же душа высоту своей славы и не подобен бессмысленно себя животным. Преподобный Максим Грех Душу почитаем драгоценнее всего мира по той причине, что Бог ни с чем не благоволил сообщиться и соединиться с своим духовным естеством ни с каким видимым созданием, но с одним человеком. Преподобный Серафим Царовский Он же все старание должно иметь о душе, тело же подкреплять для того только, чтобы оно способствовало подкреплению духа. Душу снабдевать надо Слово Божием, ибо Слово Божие есть хлеб ангельский, им же питаются души Бога алчущие.